Где они находятся прямо сейчас, я не знаю, потому что они перестали выходить на связь. Мне стало известно от одного из их сослуживцев, ефрейтора 11-й отдельной штурмовой бригады, что десятерых человек заперли в гараже. Там накопилось определенное количество солдат, которые решили, что они не будут дальше воевать. Они долго просили об отпуске, но вот они наконец устали и сказали, что больше не будут выполнять свои обязанности. И после этого они решили, что они напишут рапорты об отказе, и их долго пытались отговорить, и в конце концов часть из них просто заперли в гараже натуральный и говорят, что после этого они поедут в СИЗО. Давайте послушаем ефрейтора Илью Каминского. В Луганском, это типа, как-то он сказал, какой-то центр на базе СИЗО номер один создан. Приезжали люди с военно-следственного отдела по Херсонской Днепропетровской области, заставляли, прямо заставляли писать объяснительные, что мы готовы выполнять задачи. Рапорта наши рвались, не принимались, то есть мы писали порядка, ну много, кто сколько писал, за себя буду говорить. Я писал порядка, наверное, в общей сложности где-то 20 рапортов, ни один не был, то есть рассмотрен и так далее. Это статья, которая позволяет военнослужащим легально отказаться от участия в боевых действиях, даже если это контрактники. Это статья о появлении антивоенных убеждений. Ты пишешь рапорт и совершенно легально тебя его должны рассмотреть, отправить тебя в военную часть и после этого предложить тебе какую-то уже гражданскую должность, и ты можешь не участвовать. Но Каминский написал около 20 рапортов, как он говорит, и все их порвали, их никто не рассматривает. Также делали его сослуживцы, которые сейчас, видимо, ожидают своей очереди в гараж, а возможно они уже там, потому что связь с ними пропала. Скажи, как еще командование пытается этих солдат вернуть в строй? Ну то есть можно, конечно, людей запереть в гараже, но невозможно же заставить солдат воевать против воли их. Да, это вот на самом деле самый странный вопрос, потому что их долго уговаривали, им предлагали какие-то альтернативные, более облегченные варианты службы, то есть там охрана, артиллерийского расчета, что-то еще. То есть он говорил, что не будем вас отправлять на передок, давайте хотя бы так. На них действительно оказывали давление, и потом им стали угрожать, и вот перешли от слов к делу, судя по всему. И возможно они сейчас в СИЗО. Солдаты даже записали кусок разговора с своим командиром, сейчас его послушаем, это подполковник Агафонов, он говорил, что перед вами восьмерых таких же уже отправили в комендатуру в Луганск, с ними там поговорили, они передумали, и сейчас уже очень хотят воевать. Давайте послушаем фрагмент, что сказал подполковник Агафонов своим подчиненным. Восемь человек уже, очень сильно хотят встроить, очень сильно хотят встроить, целый день название, они уже готовы, я не знаю, что там с ними сделали, что или что рассказали по этому Луганску, как они им статью эту описали в невыполнении приказа, что же там такого нарассказали, и что им там грозит, что они все восемь, очень сильно захотели обратно встроить. Ну вот после таких речей, после такого давления многие передумывают, потому что за все время в 11-й отдельной штурмовой бригаде очень большие потери. Солдаты сказали мне, что в Украину их зашло 24 февраля 2000 человек, а выходило уже около, уходило в смысле на так называемую оперативную паузу, паузу уже около 1000. Это значит, что потери, в том числе убитые, раненые и отказавшиеся, это 1000 человек, 50%. Правда, их уже доукомплектовали, но а те, кто сейчас хочет уволиться, вот на них таким образом оказывается давление. Каминский сказал мне, что 78 человек написали рапорты, но вот после разного рода давления количество военнослужащих, которые тверды в своем желании вернуться домой, оно сократилось примерно до 30. Тимофей, а вообще, что солдаты говорят о причинах отказа воевать, как они это объясняют, почему вдруг у них появились вот эти антивоенные убеждения, как они в рапортах написали? Ну, ты знаешь, причины на самом деле довольно прозаичные. Появление антивоенных убеждений, понятно, что это такая юридическая формулировка, но когда с ними разговариваешь, спрашиваешь, почему вы передумали, они говорят, что они, конечно, просто очень сильно устали, потому что 4,5 месяца участия в боевых действиях, это 11-я штурмовая бригада, это десантники, они все время действительно были на передовой, они говорят, что это очень тяжело психологически, они очень сильно устали, вот у Каминского появились головные боли, боли в сердце, он потерял сон, и сейчас он уже, ему уже не страшен, ни гараж, ни СИЗО, он хочет вернуться с войны домой. Давайте послушаем, что он сам сказал о причинах. Морально устали люди, ну, ладно, буду говорить конкретно за себя, не буду говорить за других, морально устал, как бы доверия к натальству, к вышестоящему командованию нету никакого, абсолютно от слова совсем, потому что игнорируют, ну, игнорируют все, то есть игнорируют просьбы, они начали вот, ну, непосредственно шевелиться, какие-то там предложения выдвигать, когда уже, ну, вот люди конкретно сказали нет им. Там уже, ну, начали предлагать всякие разные предложения. Устали, охота домой, охота к семье, у меня дочка родилась. Три месяца назад до сих пор не видел. Первый рапорт, который я писал, это было в конце апреля, его не рассмотрели, его не подписали, проигнорировали. Дальше я уже начал писать мая-смая, наверное, рапорты об отказе, потому что, ну, долго-долго кормили, обещания, завтраки, послезавтраки и так далее. Ну, вот общая усталость и потеря доверия к командованию, это основные причины, которые называли мне солдаты, которые отказываются дальше продолжать. Я активно на протяжении этой недели общался с другими отказниками, с других подразделений. На самом деле, можно сказать, что количество желающих отказаться от участия в войне уже очень и очень велико. Ну, и забегая вперед, да, причины довольно прозаичны, потому что только считанные единицы сказали, что они не хотят быть оккупантами, а остальные говорят, что просто они очень сильно устали от этой войны.